Приветствую, меня зовут Анастасия Арнатская. В данном конкурсе я решила выбрать направление живопись, именно иконопись. Не знаю, имею ли я право сейчас говорить о духовности, о духовной составляющей, но если это необходимость, то скажу. Я христианка, я давно к этому шла. Прежде чем найти первого преподавателя, я долго искала студию, где я могла бы этому обучаться. Это было непросто, я нашла одного преподавателя изначально, он меня знакомил со многими аспектами в этой сфере, и он, скажем так, пытался найти связующее для меня в истории искусств, в мировой истории, в том, что такое вера, что такое религия, иконопись, для чего это и кто имеет право этим заниматься. Прежде чем этим заниматься, естественно, я пошла к батюшке, взяла благословение. Когда я писала свою первую икону, я была послушница в храме на протяжении полугода, там матушка и батюшки, скажем так, были проводниками для меня в духовный мир. Они мне помогали самостоятельно ходить в ответы на свои вопросы и духовно развиваться, становиться сильнее. Николай Чудотворец — это вторая икона, которую я пишу. Несдолго до этого я закончила Академию Медиа Искусств. Это было цифровое искусство, но в итоге это меня привело на такой путь, как ни странно. Почему я выбрала Стоникла Чудотворца? От чего я отталкиваюсь, когда выбираю следующую икону? На данный момент я пишу четвертую икону. Это, да, это была моя вторая икона. Чудотворец — слово «чудо». Вот как-то мне, наверное, в жизни очень хотелось какого-то чуда, и в какой-то степени это происходило, хотя у меня в жизни был сложный период, и у меня случались невероятные моменты как в позитивном ключе, так и не очень. И были такие моменты, которые мне казалось, что я не могла пережить. Я поэтому выбрала Николая Чудотворца. Естественно, прежде всего, писать его лик, а пишу ее по канону. Ну, на данный момент я в подмастерье, и у меня есть преподаватель, который меня обучает. Ну, который, скажем так, контролирует процессы стороны. А я слушаюсь, он уже, ну, годы, годы пишет. В иконописи все можно только по канону. В этом ключе я и работала. Изначально я это воспринимаю все-таки как служение, я не могу это воспринимать как повседневную работу. Когда я вспоминаю работы любимых мастеров или работы художников, которые мне импонируют или которые во мне воспитывали определенный вкус. Здесь, наверное, быть художником, только художником мало. Мне бы хотелось, чтобы... Я, разумеется, не могу это ставить себе за цель, но мне бы хотелось, чтобы энергетически моя работа резонировала с теми, кто на нее смотрит. В том, чего бы им хотелось в жизни. Надеюсь, мне удалось выполнить эту задачу. И, в общем, благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok